по статистике в россии 7 браков из 10 распадаются развод зачастую бьет как по боям супругам так и по ребенку что происходит поговорим с практикующим психологом алина ещанова алина здравствуйте растите 7 браков из 10 распадаются это больше половины кто виноват и что делать вообще факторов которые влияют на такое количество разводов довольно много глобальным по данным социологов сейчас такое время когда женщина становится более независимым следовательно ну какая-то большая часть женщин которые терпели теперь уже не терпят ну и взаимно что и мужчин как будто бы выбор тоже побольше первое второе что все-таки сейчас большое внимание уделяется такому личностному развитию и росту если заметили то молодежь сейчас как будто бы больше говорит о том что нужно сначала там вырасти стать финансово независимыми национально независимыми там сепарироваться от родителей купить отдельное жилье все 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 сделать а только потом думать о браке но это вот про то почему оттягивается как будто бы любой вообще вычеркиваем из этого списка влияющих факторов подход становится как будто бы более рациональным потому что если поговорить какие еще факторы влияет на то что семьи разводятся во первых то что супруги живут вместе с родителями те кто как правило живет с родителями у них вероятность того что не разведутся выше такие банальные причины измены алкоголь наркотики и все остальное ну также есть еще какая-то личностные черты например конфликтность одного из партнеров которые вот ну никак не убрать что становится мы становимся более нетерпимыми потому что условно там наши бабушки всегда говорили вот мы выходили за замуж женились там в 16 15 18 19 зависимости от древности и жили всю жизнь терпели и были счастливы вы сейчас условно говоря женитесь в 25 30 35 и вот поэтому все ваши проблемы глобально вот в этом они правы как раз таки потому что 25 годам примерно происходит такое надежное формирование своих представлений о будущем партнере соответственно браки которые были до этого возраста там уже как пошло так пошло а если ты после 25 или там после 30 и женишься тоже хорошо знаешь что тебе нужно соответственно это тоже фактор риска что те кто женился раньше вот в настоящее время видишь то столько независимых счастливых разведенных они тоже скорее разведутся потому что просто было поспешное решение то есть получается что чем позже ты женишься тем больше вероятность того что этот брак будет не очень удачным да нет наоборот чем позже если у тебя сформировались хорошие ну как бы надежное представление там какой нужен партнер еще же это про то что про себя есть какие-то сформированные представления человек лучше себя узнал одно дело в 16 лет себя знать когда ты даже профессию свою не знаешь тут же там выражаешь и другое дело в 25 когда есть там уже какая-то карьера не знаю там ипотека что-то надежное есть это уже так будет не брак а собеседование и не свидание да и собеседование немного есть такое да но глобально это надежнее потому что в целом браки по расчету вот такие когда галочка 1 галочка 2 они считаются более надежными если мы превращаем брак в какое-то собеседование взаимовыгодное сотрудничество то как только одно станет невыгодным либо сменить работу сменить партнера гораздо чаще происходит так что знаете происходит идеализация партнера например там за полгода еще эти розовые очки мы поженились тут же например родили ребенка это тоже кстати фактор риска когда ребенок рождается первый год два брака очки спадают любви нет а проблемы с деньгами например остаются потому что когда-то в розовых очках казалось что ничего страшного мы все стерпим кто по статистике принимает вот окончательное решение мужчина говорит я ухожу или женщина говорит я ухожу тебя честно говоря не знаю кто принимает решение но знаю то что тот от кого уходят он всегда переживает тяжелее развод намного тяжелее то есть тот кто принял решение его легче легче да как можно помочь таким людям тем кому тяжелее проживать развод но глобально по статистике кстати большинство обращаются к друзьям к родителям но глобально это не сильно то помогает не только пять процентов обращается к психологам конечно проживать разделяя с кем-то чувства там со специалистом гораздо легче как как психолог может помочь пережить мне развод я человека любил у нас с ним общий ребенок 10 лет вместе знаете известные психотерапевты экзистенциальных говорят что одно дело когда вы мучаетесь один свои проблемы другое дело когда вы теперь мучаетесь вдвоем это такое сопровождение и возможность посмотреть с другой стороны найти какие-то ресурсы узнать получше себя какой мой вклад в этот развод какой не мой вклад что от меня зависело что не зависело как мне поступить следующих отношениях какая-то работа над ошибками на вашей практике кто больше страдает женщины или мужчины страдают и те и те но мне кажется что у мужчин немножко позднее зажигание такое если женщины сразу понимают что прямо тяжело то мужчина потом как-то догоняют что оказывается эта свободная жизнь там о которой они мечтали что-то как-то не очень заходит ну да наверное больше это история про одиночество все таки что потом это надежная связь она важнее чем вот это ощущение свобода часто ли происходит так что человек приходя к вам начинает жаловаться что ему тяжело переживает развод через время начинает этому радоваться и слава богу что этот калус словно ушел на такое часто бывает что меняются представления о партнере и о себе и о значимости отношения просто потому что это разные этапы переживания горе или разрыва это норма это есть норма да сначала очень сильно любить человека потом ненавидеть это да да но есть некоторые этапы например после развода обычно там отрицание особенно если человек который не был инициатором то нет не может быть такого мы еще сойдемся я там подарю цветов куплю путевку куда-то и все будет хорошо потом ну стадии там гнева правда и депрессии только потом где-то там через год или два принятия что правда так должно было быть а на вашей практике есть случаи когда люди приходят и говорят у нас проблема мы хотим развестись спасите нашу семью до такой себе можно спасти если кто-то хочет развестись если честно это должна быть очень осознанная семья то есть там два человека должны быть прямо психологически подкованы и готовы к работе как правило только один партнер подкованный рефлексирует а второй говорит я уже все решил ко мне обычно обращается скорее кто-то один кто хочет сам собой разобраться и для себя принять решение это скорее путь вот к разводу потому что я уже один хочу разобраться не учитывая мнение другого а когда люди разводятся есть два типа опять же те кто делает это со скандалами судами с дележкой имущества и есть в такой выбывательском понимании культурный развод когда мы сели поговорили с вами приняли решение и разошлись нет ли в этом опять же отсутствие любви что это значит мы сели и разошлись я думаю это еще зависит от того до какой степени был доведен этот скандал до какой степени вы себя вымучили вымытали этим иногда да можно спокойно разойтись потому что уже понятно что мы все перепробовали и все с точки зрения психологии как более правильно то есть вот так вот сесть нам искать ну все мы расходимся или все-таки с криками со слезами в момент когда это происходит уже не так важно как вы расходитесь важнее работа которая была до этого проведена вот нужно посмотреть как бы анамнез что было до этого скорее всего не было никакой проведено вот кто не ходит же на постоянный к психологу тогда ответить еще вопрос про детей например если это со скандалом то это невыгодно для детей потому что даже часто история когда допустим мама плохо говорит о папе при ребенке дети всегда становятся жертвами манипуляции или наоборот да когда про маму говорят плохо там и ребенок такой не туда не сюда поэтому этом смысле скандал конечно не уместен потому что ребенка искажаются представления о родителях они как муж женой могут быть демонами друг для друга но для ребенка так не должно быть а как правильно тогда себя вести если все-таки мужчины и женщины приняли решение что они вместе жить не будут но у них есть дети как построить разводный процесс так чтобы сохранить психику здорового ребенка вообще считается что здоровее всех из этой ситуации дети выходят те которые окруженные заботы и бабушек дедушек чем больше поддержки у ребенка тем лучше братья и сестры это будет хорошо глобально конечно травму будет в любом случае особенно в первый год обычно дети себя даже ведут по-другому они там могут быть более нервные более агрессивные сползают по учебе это нормально за это можно не ругать еще важно чтобы ребенок четко понимал что это не его вина потому что дети ко мне приходят уже выросшие дети и они вот только сейчас там 20 с лишним понимают что это была не моя вина они до этого там 16 лет думали наверное я что-то накосячил вот это важно говорить ребенку что это не ты виноват реально ли в случае развода остаться хорошим родителям если ребенок живет не с тобой неважно здесь можно можно но глобально знаете если так подумать что даже в браке не каждого родителя можно назвать хорошим безусловно поэтому тут дело именно в качестве а не в количестве сколько-то времени провел с ребенком а именно качество можно с ним созваниваться списываться там по ватсап можно видеться раз в неделю можно ходить на его концерт узнавать там про учебу говорить по душам качество важнее количество в нашей стране вообще принято как мне кажется я могу ошибаться я не знаю точных цифр что в случае развода ребенка оставляют с мамой вот с точки зрения психологии на ваш взгляд это правильное решение или все-таки выбирать нужно родители которые более ответственным выбирать нужно родители которые более близок с ребенком эмоционально поддерживать является для него опорой зачастую просто маму больше опору потому что не проводит больше времени с ребенком также по статистике считается что около 60 процентов пап принципе не поддерживают контакт с ребенком после развода такой тесный контакт он прям очень очень маленький то есть мужчины прям начинают новую жизнь полноценно после развода а женщина опять же есть стереотип что все девочки дети папины дочки мальчики мамкины сыновья действительно ли так что если ребенок женского пола то в случае развода родители лучше его оставить с папой наоборот нет опять же тут надо опираться на поддержку на то насколько человек может взять на себя ответственность за это потому что если папа там всю жизнь работал понятия не имеет как ухаживать за ребенком то это одна история а если маму все эти обязанности хорошо знают ей там нужна только финансовая поддержка другая история ну и собственно когда уже произошел развод поделили детей наши супруги вымышленные которые развелись будут заводить новые отношения здесь тоже очень тонкая грань как преподнести эту информацию ребенку как будет вести себя правильнее если женщина условно уже нашла мужчину а мужчина себе еще женщину не нашел здесь вот тут опять же надо уделить внимание скорее тому как папа или мама взаимодействовали с ребенком до этого момента потому что если они и так не обращали на него внимание если папа по воскресеньям приезжал там на один час перевозил подарок и уезжал то конечно это будет удар что еще и тут вместо меня выбрали там какую-то женщину или там еще и выбрали мужчину это будет удар а если до этого были отношения хорошие теплые надежные тогда это не такой уж катастрофы будет то есть ребенок будет знать что меня любит даже когда есть эта женщина новая или этот новый мужчина вот на вашей опять же практике зачастую развод это всегда грустная история или положительная с хорошим концом это опять же зависит от длительности когда человек приходит психолога в основном прошло там каких-то месяц после развода конечно это катастрофа но проходит терапия там полгода год терапии он уже смотрит на эту историю по-другому как будто о и хорошо что она закончилась на нашей практике на моей практике есть люди которые женились или выходили замуж 23 раза четыре то что это неспособность человека понять что ему нужно или я думаю что у каждого из совершенства свои причины думаю вот ваши причины вполне уместны и два все-таки наверное нужно сначала хорошо с собой разобраться правда со своими представлениями о партнере с тем а какой я потому что у нас же у всех есть какие-то особенности и заостренные черты в личности вот пора их уже признать что вот это я такой да я такой вот это признание но очень дорого стоит люди зачастую не хотят признавать своих темных сторон и ищут какой-то идеальный образ потом втыкаются с тем что мы не совпадаем вот объективно найти свои заостренные черты и какие заостренные черты другого человека мне идеально подойдут я слышал даже такое мнение что условно понять подходит тебе человек или не подходит можно когда он творит какое-то откровенное что-то не очень хорошее в обществе и если ты смотришь с этим и осуждаешь его то это не твой человек если ты смотришь и говоришь ну моя отжигает значит наверное это твой человек это не то ну это такая история с двойным дном я бы сказала потому что это может иметь последствия в начале обычно такие люди эксцентричные такие артистичные они могут произвести обалденные впечатления но в процессе бытовухи семейной жизни это будет совершенно другое впечатление то есть на этапе романтических отношений таких добрачных да да потому что мы уже повзрослели потому что оказывается она еще и внимание других мужчин привлекает а я думал то только мое а нет ей нужно больше внимания чувство собственность собственничества но важно в отношениях или это вредит только наверное как и во всем нужно чувство меры тут ощущение это давать свободу и в то же время быть близким человеком потому что вся наша жизнь по факту вот ходить по канату и искать какую-то меру нам в жизни всегда нужен ориентир мне кажется что вот как оно должно быть в идеальном мире при идеальных обстоятельствах вот семья наверное все таки меняется с течением времени мы можем как то описать идеальную семью какой она должна быть я думаю сейчас вот век когда много социальных сетей и очень много психологи говорят на разных источниках о том как построить здоровые отношения сейчас конечно молодежи больше возможности их построить потому что здоровые отношения по факту ничего сверхъестественного но для поколения наших родителей или бабушек и дедушек это космос то что для нас кажется обычным там например в ссоре говорить там я чувствую что я сейчас злюсь на тебя из-за того что ты сделал вот это и вот это наши бабушки и дедушки что там скорее драка будет и вот эти модели в принципе они транслируются сейчас и фильмах транслируются опять же не во всех это легче теперь впитать и психологи об этом говорят на видео и в статьях можно конечно построить здоровые отношения то по факту про то что люди уважают друг друга и могут в диалоге спокойно решать вопросы какие-то и вот это период де идеализации он проходит до брака когда мы четко понимаем что вот как человек выглядит на самом деле без этого фасада а психологи разводится если разводится они следуют своим же указанием правильного развода вообще правильный развод конечно такая себе история как получится так получится психологи разводятся и психологи страдают и психологи бывают в депрессии все это происходит просто психологов больше инструментов что с этим делать и например у меня когда что-то случится ли какой-то выбор жизненный я без стеснений до психолога в принципе я прохожу психотерапию постоянно то есть самотерапии недостаточно нет ни в коем случае знаете есть такие слепые пятна когда люди что-то снаружи правда замечают чуть больше чем я когда мы зарываемся вот в этом вихре мыслей важно чтобы кто-то снаружи сказал и подожди а ты вот это и вот это не увидел о правда не увидел даже какие-то банальности то есть в идеале даже если женщина психолог выходит замуж за мужчину психолога когда у них возникнут проблемы в отношении они пойдут к третьему психологу ну не всегда может быть и сами решат если два психолога то это конечно чуть полегче вы думаете у них вероятности развести будет меньше я думаю да потому что как минимум они знают какие-то элементарные правила здоровых отношений что там за мы не кричим друг на друга мы не унижаем друг друга или там соблюдаем личные границы вот эти основы уже увеличивает вероятность того что брак не распадется завершение предлагаю три совета может быть четыре тезисно коротко если нас смотрят люди которые сейчас вот пытаются спасти свои отношения или на грани развода что вы посоветуете сделать таким зрителям чтобы попытаться сохранить свои отношения первое конечно обратиться к психологу это было бы здорово второе наверное познакомиться друг с другом попробовать поближе сейчас есть много разных способов как это сделать например можно выписать вопросы друг для друга провести такое исследование вообще как ты понимаешь там условно что ты любим мною как бы тебе хотелось проводить время вместе вот каких-то вопросов прям побольше просто поисследовать и может быть там найти точки соприкосновения это мне кажется самое важное но и глобально наверно познакомиться с тем что такое здоровые отношения хотя бы просто погуглили примерно примерится что из этого могу взять наши отношения встроить может быть что-то поменяется уже за неделю спасибо что пришли ответили на наши вопросы но зрителям хочется пожелать мне стать цифрами статистики которую я озвучил в начале